Первый орден Отечественной войны первой степени я получил за столицу Кусьевской. Участник Великой Отечественной войны Леонид Степанович Андреев бережно хранит свои боевые награды. На войну он попал в 41-м. Молодому артиллеристу Андрееву было всего 19. Особенно ему запомнилась Курская битва. Леонид Степанович принимал участие в Белгородско-Харьковской наступательной операции. Здесь шли самые ожесточенные бои. Признается, на войне было страшно. Смерть буквально ходила по пятам. Но ему везло. Я старшим на батарее был. Постреляли. Нас засекли, наши батареи. И начали по нам стрелять немцы. По нашей батарее начали стрелять. И один из снарядов, прямо нам сказать, мне под живот попал. Ну, благодаря вот ангелу-спасителю, снаряд не разорвался. Леонид Степанович вспоминает, это была битва металла. Задействованы тысячи танков, артиллерия и авиация. Те, кому удалось выжить в той мясорубке, ежегодно собираются почтить память своих сослуживцев. Курская битва продолжалась 49 дней, которые унесли жизни 300 тысяч советских солдат. Почтить память тех, кто не вернулся с полей сражений, к мемориалу героев Советского Союза пришли самарские ветераны. Привет, молодежь! Именно так приветствуют друг друга ветераны. Многим из них уже за 90, но боевой дух все тот же. Сейчас в областной столице проживают 52 участника Курской битвы. Мы помним, мы их не забываем. За каждым, собственно, ветераном закреплены какие-то школы, какие-то классы. Их обязательно посещают, их навещают. Им помогает пух хозяйства. Это было и к 70-летию, но это не разовая акция, это продолжается и сейчас. События Курской битвы из памяти уже не сотрешь, рассказывает Владимир Чумеров. Он был в пехотных войсках. Противник постоянно поливал огнем. Но отступать солдаты даже не думали. Был приказ стоять насмерть. У нас никогда не было в мыслях, что мы никогда куда-нибудь от самой осуществления дороги. Всегда были. С самого начала войны сказали, дело наше правое, победа будет за нами. В 72-ю годовщину победы в Курской битве ветераны собрались в музей истории войск Приволжского военного округа. На встречу с ними пришли самарские студенты. Не каждый день выпадает уникальная возможность услышать о том сражении от очевидцев. Это очень ценно, что мы можем сейчас, что есть еще ветераны, которые могут нам рассказать что-то, от которых мы можем узнать, как было это в боях, как было это на самом деле, и получить, и запомнить, чтобы передавать это дальше своему поколению. На этом общение с молодежью не завершится. В течение учебного года ветераны посетят школы города и проведут для учеников уроки мужества. Лариса Шалафаст, Павел Пресняков, События.